Приветствую вас! И давайте скажем так, что невозможность определиться является следствием сомнений. Сомнений является следствием неуверенности в себе. Неуверенность в себе является следствием либо комплексов, которые имеют место в нашей жизни и которые происходят из детско-радистовских отношений, или из каких-то серьезных, аффективных ситуаций. Либо неуверенность в себе есть следствие просто нерешительности человека, отсутствие у него в любых качеств недостаточно четкого понимания того, чего он хочет, то для него больно, то для него ценность. И еще неуверенность в себе, не может быть следствием того, что человек просто-напросто стремится угодить всем. Так бывает тоже. Что до вашего мужа следует донести в данном случае? Это то, что всем мил не будешь. То, что всего добиться нельзя. Всех удовлетворить нельзя. Быть лишь только для всех положительным, быть для всех идеальным, хорошим, тоже невозможно. А значит, в чем-то придется проиграть. И неуверенность вашего мужа, его неопределенность, невозможность определиться. То есть, может связано с тем, что мужчина не хочет признать поражение в чем-то. Ему хочется, чтобы он везде был выигрыш. И вот нежелание признать поражение, может быть следствием того, что он не способен определиться. Соответственно, для того, чтобы он определился, он не донести до него эту мысль. Сказать, что в прогрессе нет ничего в голову. Плохого, наоборот, прогресс – это тоже результат. Это негативный результат. Но негативный результат – это следствие личностного роста. И необходимо понять, отдает ли себе мужчина отчет в том, что негативный результат является следствием для личностного роста. И если да, то готов он к личностному роста. Хочется ли ему? А если нет, то имеет место тревожность и страх, который проявляется в том, что человек как бы избегает проблем, избегает решения проблем, то есть, избегает этого самого личностного роста. И необходимо ему просто донести мягко, последовательно, ненавязчиво, что бесполезно бежать от того, что следует она нам всю жизнь. Только лишь ошибая, лишь принимая неудобные решения, мы личностно растем. И, возможно, ваш муж просто боится. Боится показаться злобым, боится показаться глупым, боится показаться еще кем-нибудь. И это нужно понять. Это нужно понять, постараться понять, чего он боится, и вместе с ним попробовать это преодолеть. Ну, а если не получится, то посоветовать ему обратиться на наш сайт. И здесь специалисты ему помогут найти причину страха, выявить ее, устранить. И тогда он будет жить свободной, полноценной жизнью. И вас тоже сделают счастливой. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если это вопрос осталось, обращайтесь в личку. А пока желаю вам удачи и всего дня.